Добрый день! Вы смотрите новости в студии Анастасии Романовой. В начале выпуска коротко о главных темах. Новогодние праздники прошли в крае без серьезных происшествий. Оперативная сводка за неделю в выпуске. За рождение первого ребенка семьи теперь будут получать материальную поддержку. Соответствующий закон вступил в силу с этого года. Кто может претендовать на выплаты? В спортивной школе «Жемчужина Алтая» 5 лет. Сколько известных мастеров спорта вырастили тренеры за эти годы, узнаете через несколько минут. Начнем выпуск с оперативной информации. Семь административных зданий и несколько жилых домов в Барнауле остались без холодной воды в результате коммунальной аварии. Порыв водопровода диаметром 15 сантиметров произошел на улице Советская армия 144. К устранению последствий аварии уже приступили специалисты Барнаульского водоканала. Завершить работы и возобновить водоснабжение в домах планируют в кратчайшие сроки, до конца дня. Также об аварии предупреждены дорожные службы города. Они должны оперативно устроить образовавшуюся после затопления улицы наледь. В целом новогодние праздники в Алтайском крае прошли без серьезных происшествий. Их количество за неделю не превысило нормы. И тем не менее, с начала года в нашем регионе произошло 57 пожаров. На один меньше, чем в прошлом году. Причем 8 возгораний зафиксировано именно в краевой столице. В результате ЧП 4 человека погибли и один пострадал. Наиболее частой причиной трагедии – нарушение правил эксплуатации печи и электрооборудования. Также управление МЧС России по Алтайскому краю держало на контроле зимних рыбаков. Сотрудники службы провели рейд «Безопасный лед». И как результат, происшествие на водоемах не зарегистрировано. По данным главного токсиколога Барнаула Германа Балаганского, в городских отделениях токсикологии в новогодние каникулы также все было спокойно. Ежедневно с отравлениями поступало 2-3 пациента, что для новогодних праздников считается нормой. Итак, новогодние праздники подходят к концу. Что теперь делать с ненужной елкой? Вы можете подарить ее нам, а мы используем ее как подкормку лошадям. 14 января проект «Мусора больше нет». Барнаул совместно с телеканалом «Катунь-24» организуют мобильный сбор хвойных деревьев в рамках акции «Елки-палки-пять бизонов». Организуйте прием елочек у себя дома, а мы сами приедем к вам и заберем деревья. На акцию принимаются все виды хвойных деревьев. Не забудьте снять с них новогодние украшения. На вагоне елка после праздников порадует лошадок конного клуба «Карина», Барнаульского ипподрома и Любитерской конной лиги. Узнать подробности акции, а также оставить заявку, можно в группе нашего телеканала ВКонтакте. Накануне православные всего мира отметили праздник Рождества Христова. В праздничную ночь в Алтайском крае были открыты двери 70 храмов. В частности, литургии прошли в храме Дмитрия Ростовского, Покровском кафедральном соборе, Дмитриевском храме, Александроневском соборе, Иоанна Богословском храме, а также Иверском семинарском храме при Барнаульском епархиальном управлении. На церковные службы в эту ночь пришли тысячи верующих православных барнаульцев. Возле храмов региона в Рождественскую ночь дежурили усиленные патрули полиции и экипажи ДПС. Всего больше 200 полицейских. Как утверждают в ведомстве, ночь прошла спокойно. Случаев нарушения общественного порядка, стражи порядка не зафиксировали. Добавлю, в Рождественскую ночь телеканал Катунь-24 вел прямую трансляцию литургии в Покровском кафедральном соборе. Запись богослужения в любое время можно посмотреть на нашем сайте katun24.ru. За рождение первого ребенка семьи теперь будут получать материальную поддержку. Соответствующий закон вступил в силу с этого года. Размер нового ежемесячного пособия равен установленному в регионе прожиточному минимуму для детей. В среднем по России размер выплаты составит около 10,5 тысяч рублей. Сегодня величина прожиточного минимума в Алтайском крае за второй квартал 2017 года составляет для именно детей 9 434 рубля. Вот по нашим прогнозным ожиданиям этой меры могут воспользоваться порядка 10 тысяч семей. Это семьи, чей доход не превышает 40 тысяч рублей. Платить обещают ежемесячно до полутора лет. А если ребенок родился в 2017 году и еще не достиг возраста полутора лет, то выплаты семье полагаться не будут. Кстати, малообеспеченные родители с этого года будут также получать ежемесячные выплаты при рождении ребенка. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Отметим, что пособие положено тем родителям, чей первый или второй ребенок родится или будет усыновлен в этом году и является гражданином России. Мать тоже должна быть россиянкой, постоянно проживающей в стране. Не получат деньги те, чьи дети находятся на полном гособеспечении, а также те, кто лишен родительских прав либо ограничен в них. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратный размер прожиточного минимума, установленного в регионе. Напомню, ранее правительство приняло решение выделить на эти цели в 2018 году свыше 21 миллиона рублей. В наступивший год собаки наш проект «Книжный шкаф» приготовил для любителей чтения праздничный подарок. Какой? Расскажет Владимир Токмаков. Наступивший год по восточному календарю считается годом огненной желтой собаки. Мы, конечно же, с нашим проектом «Книжный шкаф» не могли обойти эту тему. Сегодня мы представляем несколько книжек, которые связаны с нашими четвероногими друзьями. С помощью этих книг можно понять, как лечить и кормить собаку, каким образом за ней ухаживать, чтобы она действительно стала вашим верным другом. В книгах даются характеристики и практические советы для более чем 30 пород собак – от овчарок до чао-чао. Как правильно содержать, дрессировать, а главное – любить домашних питомцев. В них много цветных фотографий. Такая книжка будет интересна и взрослым, и детям. Если верить восточному календарю, удача в наступающем году будет с теми, кто открыт в делах и отношениях. Ведь собака не терпит поддельных чувств и неискренности. Книги о наших четвероногих друзьях, а также кулинарные рецепты, что тоже немаловажно, в праздничные дни, можно встретить на полке нашего книжного шкафа на железнодорожном вокзале. Если у вас есть книги, которые лежат без дела, то привозите их в нашу редакцию на Пролетарской 250 или позвоните по телефону 65 22 25, и мы приедем за книгами сами. О самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Сергей Балуев, новости. И к новостям спорта. Все на лыжню. В ближайшие выходные на трассе «Здоровье Мария Ра» состоится открытие зимнего сезона. Большой праздник пройдет 14 января на базе «Динамо». Девиз лыжного сезона 2018 – от здорового питания до здорового образа жизни вместе с «Мария Ра». Праздник даст старт традиционной акции с розыгрышем призов. Главный подарок – автомобиль Toyota Camry. Кроме того, каждую неделю на нашем телеканале будут разыгрываться 10 комплектов лыж, сертификаты на покупки в магазинах «Мария Ра» на сумму 10 тысяч рублей. А в этом сезоне компания «Мария Ра» расширила пункты питания как на старте, так и на пятом километре. Также оборудованы места отдыха. Вот не дай бог бедные наши лыжники немножко устанут. На каждом пункте можно присесть, отдохнуть, попить горячего чайку, подвигаться, послушать хорошую музыку. Ну и, соответственно, зарядиться бодростью духа и хорошим настроением. Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо совершить покупку в магазинах «Мария Ра» на сумму от 500 рублей. Сохранить чек, написать на нем свое имя, фамилию и контактный телефон. Сбросить его в специальный ящик на пятом километре трассы здоровья. Сделать это можно уже в день открытия трассы здоровья 14 января. Имена победителей назовем на следующий день, 15 числа, в прямом эфире на телеканале «Катунь-24» в 21.00. Пройтись по трассе здоровья можно в любое время с 9 утра до 5 вечера. На открытии всех будет ждать горячий чай по традиционному рецепту со сладостями и развлекательная программа с песнями, конкурсами и сюрпризами. В спортивной школе «Жемчужина Алтая» 5 лет. За это время тренеры-преподаватели подготовили более 200 мастеров спорта по направлениям художественная гимнастика и спортивная аэробика. Что значит быть выпускником одной из лучших спортшкол региона и каких высот они добиваются, расскажем далее. Наталья Смирнова из камня на обив спортивной аэробики уже 11 лет. Тренер Олеся Никитенко заметила одаренную девочку на уроке физкультуры в школе. Однако убеждать Наталью пришлось долго. Приглашение профессионально заняться спортом приняла только с третьего раза. И это непростое решение стало судьбоносным. Сегодня Наталья Смирнова – выпускница школы «Жемчужина Алтая». Победительница всероссийских соревнований «Лучшая школа России» в сольной программе. Сейчас у спортсменки еще более серьезные цели. Да, я готовлюсь к стартам, к серьезным сейчас. И поэтому мне трудно набрать вот эту вот форму. И я стараюсь, как бы меня команда поддерживает. И все мои близкие и родные люди тоже меня поддерживают. Добиться в спортивной аэробике серьезных результатов без поддержки невероятно сложно, говорит Наталья. До заключительного этапа групп спортивного совершенствования доходят далеко не все молодые спортсмены. Тренеры признаются, изначально в группе занимается 20-25 человек. Но проходят весь путь единицы. Среди них и Наталья. В 16 лет она уже может получить звание мастера спорта. Мешает формальность, ограничения по возрасту. Это возможно только с 18 лет. Гимнастика – это молодой вид спорта. И в юношеском возрасте проще показать высшие достижения, чем человек становится взрослей. Рост, вес, занятость по учебе в вузах. Поэтому очень хочется, чтобы наш возрастной ценз понизили. И мы могли, заканчивая спортивную школу, общеобразовательную, получать звание мастера спорта. Мы к этому готовы, стремимся, очень хотим. И, конечно же, новые звания, победы и рекорды – заслуга и профессиональных тренеров. За прошедшие 5 лет они подготовили 25 мастеров спорта и 85 кандидатов в мастера спорта. И в честь первого юбилея школы тренеры получили заслуженные награды. Говорят, уже скоро на весь регион прозвучат имена новых молодых мастеров спорта. Сейчас в школе занимается почти 500 спортсменов, для которых «Жемчужина Алтая» станет путевкой в большой спорт. Вадим Слюсарь, Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости.